здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки и очередная задача по теме закон кулона самое интересное заключается в том что если вы поняли как решается предыдущая задача то эту задачку я думаю что вы можете решите сами остановите фильм после того как я скажу что здесь нужно делать попробуйте решить ну а если не получится да ну посмотрите как это делается и так что же у нас имеется имеется квадрат вот этот заряд отрицательный заряд отрицательный и два больших ку-ку да положительные вот все значит смотрим внимательно вопрос внимание вопрос а чему должно равняться отношение заряда ку ку маленькому для того чтобы ну либо этот заряд либо этот заряд да вот вообще ничего не чувствовал то есть результирующая всех сил на один из больших зарядов должна быть равняться нулю вот все вот такая вот так сказать ситуация ну давайте будем смотреть сначала когда решается задача на закон кулона оставим его в стороне что f равняется к там q1 q2 деленное на r в квадрате оставим это в сторонке самое главное разобраться силами которые действует на какой-либо заряд и так если я выбираю скажем этот зарядку можно выбрать и этот на выбираем этот почему то что мне так захотелось вот и так этот заряд со стороны этого заряда видите какая красивая красивая фраза да на этот заряд со стороны этого заряда короче действует сила притяжение потому что этот заряд положительная заряд отрицательный а вот так что же дальше получается а дальше получается что этот заряд вот этот вот на этот заряд тоже будет действовать сила и что интересно эти силы должны быть равны по модулю они должны быть равны потому что эти заряды одинаковые и расстояния одинаковые до этого заряды со стороны этого и со стороны этого вот а теперь немножко так сказать геометрии вот если у нас имеется какой-то квадратик тут а тут а то диагональка c или б не важно б квадрат ну теорема пифагора квадрат плюс а квадрат да получается 2а квадрат значит б равняется просто а корень из двух но это так сказать для справочки вот так что же у нас получается у нас получается здесь тоже квадрат правильно и результирующая этих двух сил если здесь будет допустим f1 а здесь пусть будет f2 то это будет у нас просто-напросто f1 на корень из двух или f2 из корень из двух потому что по модулю f1 и f2 будут абсолютно одинаковы а теперь смотрим внимательно этот заряд должен быть отрицательным положительным положительным почему потому что он должен этот заряд противоположный кук оттапкивать туда вот действовать туда вот а для чего а чтобы уравновесить вот эту силу значит пусть это у нас будет f куковая ф куковая вот ну и все значит f куковая должно равняться f1 на корень из двух ну а теперь просто напросто ищем чему равняется f1 вот так секундочку вот по направлениям все ясно значит будет к куку и деленное на а в квадрате правильно вот на а в квадрате а чему ж тогда будет равняться f куковая а f куковая f куковая равняется f1 на корень из двух на корень из двух вот так секундочку 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 f куковая не f куковая ну да правильно вот а теперь мы найдем f куковая ребятки f куковая будет равняться k ку-ку ку-ку вот к ку-ку и деленное вот на эту самую диагональку вот а она у нас будет равняться 2 в квадрате вы спросите почему потому что тут а и тут а теорема пифагора а квадрат плюс а квадрат и получаем вот это получается 2 в квадрате все вот это вот у нас пусть будет b да вот эта диагональ b квадрат вот здесь я должен как бы написать b квадрат а это равняется 2 в квадрате ну и все значит что мы смотрим а мы смотрим что f куковая которая равняется у нас k ку-ку 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 2 в квадрат да равняется f1 k ку-ку на а в квадрате и на корень из 2 ну и все ка-ка ку-ку ку-ку сократили а квадрат а квадрат сократили так и что же у нас получается что это тут сокращался что я тут сокращался ну я же ошибся вот здесь ошибся ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой это не ка-ку-ку а ка-ку квадрат деленное на 2 в квадрате потому что здесь ку и здесь ку вот значит тут у нас будет ку квадрат вот тогда это ку у нас тут остается а вот это ку и это ку ну ку квадрат это ку-ку да вот значит мы с вами сократили короче что мы видим мы видим что отношение ку ку маленькому я тут корень из 2 а здесь двоечка присоединяется 2 корень из 2 вот все доказал посмотрите еще раз внимательно вот чтобы понять про ку-ку вот так вот все не остается только добавить что учите физику на самом суперском канале физика это просто канал на котором любые задачи вдруг становятся простыми понятными и доступными поэтому если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь буду вам очень признателен и благодарен всего-всего вам доброго до свидания до новых встреч